Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last of Wari в серию Retro Gaming, где я вспоминаю игры до эпохи геобайтов и геогерцев, а сегодня в выпуске у нас наверное самая распространенная на постсоветских территориях консоль NES Nintendo Entertainment System, у себя на родине более известная как Famicom, у нас прославившаяся в виде своих пиратских клонов под названием Dendy. Сегодняшней игрой станет Battle City, это те самые танчики, в которые в 90-е играл каждый обладатель этой консоли. Мы начинаем первый уровень и надеемся дойти до второго. Цель игры состоит в том, чтобы уничтожить все танки противника, которые отмечены небольшими черными значками в верхней и правой части экрана. Некоторые из этих танков, особенно на следующих уровнях, имеют повышенную прочность, другие более скоростные. Также мы сами можем пользоваться периодически появляющимися бонусами. У танков врага есть несколько точек спавна, если встать на которую, то временно танки на ней перестанут появляться. Однако, так как этих точек несколько штук, такая тактика лишена всякого смысла, поскольку защита нашего флага, этого орла, знамя, довольно-таки слабая. И полагаться не стоит. Впрочем, жизнь нашего танка, как видите, тоже недолговечна. Поэтому, если одновременно конвертировать и пытаться играть, то, конечно, выходит не очень хорошо. Прямо сейчас. Game of War. Жизни не так много. Посмотрим на счет. 16 простых танков. Возможно, со второй попытки мы словим какую-то более крупную дичь. я пока затаюсь у флага и буду ловить врагов здесь. Возможно, это окажется более полноценной тактикой. Звуковые эффекты здесь, конечно же, довольно привитивные, под стать консоли. Да и игра сама вышла, наверное, практически сразу после ее запуска, если вы обратили внимание на 85-й год копирайта. Также здесь есть режим редактирования, который называется Construction. Я не могу сказать, что он очень удобный, но поиграть в уровне собственного сочинения бывает тоже любопытно. Блоки меняются кнопками AB на пульте на геймпаде. Это как декоративные блоки, не выполняющие никакой функциональности, скажем так, цели, вроде маскировки, так и разнообразные типы стены. Ну, давайте сделаем вот такой навес. Сейчас он ни на что не влияет, просто маскирует танки, но, к сожалению, не для врага. И единственный, кто может на этого пасться, это игрок. Давайте сделаем несколько стенных блоков. Потом добавим немного воды. Посмотрим. Более прочных стен. Одинарных будет вполне достаточно. И еще каких-нибудь мелких прикрытий. Вот что-нибудь более-менее симметричное. А здесь более толстые стены. Давайте попробуем сыграть теперь в карту собственного сочинения. Возможно, здесь повезет немного больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот теперь, наверное, один из самых интересных полосов. Это часы, которые замораживают на месте танки противника на некоторое время. Видите, они довольно положительные. Так что эффективность их высока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осмотрим, что мы всегда не сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уверен, что стоит вестись на этот бонус, потому что расположен он далеко не в самом ультимальном месте И погоня за наживой очень скоро может привести к плачевному результату А вот за этим бонусом имеет смысл понижать Он расположен у нас на нашей базе И очень-очень полезен И последний вражеский танк Уровень 2 Уровень 2, разумеется, стандартный Эдаптировать мы можем только первую часть И вот это один из новых типов танков появившихся Так называемый бронированный танк Гораздо более живучий и гораздо более опасный Еще один милый приз Который взрывает все танки, находящиеся на этот раз на уровне Максимум это 4 танка Если мне не изменяют память и голоса Видимо стрелять в стыке блоков не всегда бывает возможно Ну что ж, это была игра Battle City Возможно в следующий раз я покажу что-нибудь Из очередной нинтендовской классики Double Dragon Или стандартные такие игры для NES Типа Super Mario и производных Было также много других хороших игр Мне, например, нравились Чип и Дейл, те самые спасатели Это была интересная игра Правда я играл только в первую часть И недавно увидел в интернете Рома и скриншоты второй Ну а посмотрим Насколько это будет интересно для вас Если вам понравилось это видео Вы всегда можете нажать на кнопку лайк Нравится Если у вас узкий интерфейс YouTube Соответственно Также я очень буду вам благодарен За подписку на мой канал За то что вы добавите Видео которое вам понравилось В избранное Это всегда очень хорошо помогает На результаты нахождения Этого видео в YouTube Благодарю вас за просмотр До следующего выпуска